28 ноября в областном ДК «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской области, который будет вмечаться в предстоящие выходные 30 ноября. На торжественном мероприятии вручили федеральные и региональные награды лучшим специалистам. Как это было, увидите прямо сейчас. Светлана работает в Доме народного творчества в Красном Холме уже 16 лет. Последние три года руководителем. Поэтому на новом посту необходимо быть человеком универсальным. Я занимаюсь хозяйственной деятельностью и концертной деятельностью. Наши коллективы тоже часто принимают участие. Выезжают из Урегена Тверской области, например. Танцевальный коллектив «Пролетарка» у нас часто выезжает. Сейчас они собираются из Казани, в Санкт-Петербурге, в Беларуси. Ведут активную концертную деятельность. В праздничный день в ДК «Пролетарка» было много творческих людей. Это коллектив народного творчества Театра кукол-хранителей времени из Кесовой горы. За более чем 40 лет, и именно столько он существует, в его стенах воспитали сотни ребят. Последние годы руководит Театром Юлия. Постоянно мы ищем какие-то новые творческие пути, новые формы для создания своих спектаклей. Чтобы детям было интересно. У нас очень много проектов, которые реализовываются и будущего намечены. Поэтому на встречу новым горизонтом Театра кукол и в искусстве вообще. На праздничной встрече присутствовал руководитель Ржевского духового оркестра. Дмитрий Черноусов рассказал, что сейчас их коллектив востребован в городах не только нашего региона, но и соседних на мероприятия. Были вручены федеральные и региональные награды лучшим клубным работникам Тверской области. Благодарность министра культуры России объявлена художественному руководителю Макса Тихенского районного дома культуры Михаилу Милосердову. Также областные премии получили клубные работники, в том числе сотрудники киноорганизаций и сельских культурно-досуговых учреждений. Это не только моя награда, это всего Ржевского оркестра, поэтому оркестру будет приятно дальше также работать, принимать участие во всех мероприятиях Тверской области. Я еще до сих пор нахожусь под каким-то непонятным чувством, но прежде всего хочу сказать, что любой человек никогда не может свои идеи, свои проекты организовать в одиночку. Обязательно хочется отметить каких-то наставников, ветеранов, которые всегда поддерживали наш театр. Приветствие участникам направил губернатор Игорь Рудыня. Он отметил, что клубные работники – это талантливые организаторы, активные и неравнодушные люди. Именно они сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие Верхней Булочи. Каждый год именно они реализуют яркие, интересные культурно-просветительские проекты и мероприятия, расширяют кругозор жителей региона, дают людям возможность творческой самореализации и ведут работу по воспитанию молодого поколения. Но закончилось мероприятие по традиции праздничным концертом.